МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире нашего телеканала новогодняя праздничная программа Калейдоскоп. И сегодня мы собрали самые добрые сюжеты, которые, я надеюсь, помогут создать праздничное настроение. Новый год – это время чудес и волшебства, которые вершат главные новогодние волшебники – Дед Мороз и Снегурочка. В это время их можно встретить где угодно – в зимнем лесу, на городских улицах и, конечно же, в театрах. На протяжении всего года артисты рязанских театров дарят и взрослым, и детям массу эмоций. Но именно в новогодние праздники они становятся тем самым местом, где живет волшебство. Ну а где еще можно встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой, поводить хоровод вокруг елки и произнести заветные слова, после которых на новогодней красавице зажгутся веселые огоньки. Театр на Соборной в этом году, как обычно, подготовил для маленьких посетителей интерактивную программу. Дед Мороз и Снегурочка играли с ребятами в подвижные игры, загадывали загадки и, конечно же, пели всеми любимые с детства новогодние песни. В лесу родилась елочка, в лесу она росла, зимой и летом стройная, зеленая была. А вот после интерактивного представления всех детей ждал праздничный спектакль. Праздничный, но, как оказалось, не новогодний. Однако Дед Мороз был не против летней истории, рассказанной в зимние дни. Сегодня будет прекрасная сказка «Трям, здравствуйте». Это история, известная, мне кажется, каждому ребенку. История про ежика, зайца, медведя и волка. Эти прекрасные герои придумали историю и даже целый мир. Тили, мили, трям, где. Я считаю, что эта сказка очень прекрасная, очень веселая. И пусть она не совсем новогодняя, но настроение она, по крайней мере, задает правильное. Спектакль этот поставлен по сказке Сергея Козлова. А все его произведения невероятно веселые, добрые и трогательные. К нам же приходят детки разного возраста, самых-самых маленьких. Вот сегодня были у нас первоклассники, второклассники, начальная школа. Эти сказки, повторю еще раз, они очень добрые, они нравоучительные. Но у них нет такой вот тяжелой морали, вот такой вот очень серьезного нравоучения. Делай так, надо вот так, это плохо, это нехорошо. Ребенок сам фантазирует, ребенок сам понимает, включаясь в игру вот этих вот замечательных героев. А маленьких посетителей Рязанского областного театра «Кукол» ждут невероятные новогодние приключения, которые по традиции начинаются у большой красиво наряженной елки. Спектакль поставил, написал сценарий, написал музыку к этому спектаклю артист и режиссер нашего театра Валерий Скиданов. Спектакль новогодний, одно из главных действующих лиц это елка, поэтому спектакль называется «Голос елки». Конечно же и здесь ребятам предстоит знакомство с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также с главным символом этого года веселым петушком. Не обойдется и без злодеев, которые будут пытаться помешать наступлению Нового года. Но, как всегда, добро победит зло и 2017-й все-таки наступит. Благодаря новейшему оборудованию и спецэффектам зрителей ждет невероятно красочное представление, которое наверняка сможет погрузить в сказочную атмосферу и детей, и взрослых. Маскарады традиционно ассоциируются у нас с Новым годом, ведь именно для этого праздника девочки наряжаются снегурочками и снежинками, а мальчики – зайчиками и мишками. Но, как оказалось, взрослые тоже не прочь стать участниками настоящего новогоднего вала Маскарада. 17 декабря, 17.00. Самое время, чтобы начать встречать наступающий 2017 год. Во всяком случае, так решили в Школе танцев губернского бала, и именно в этот день собрали гостей в Рязанском областном театре кукол на ежегодный Гранд Маскарад. Вот уже в шестой раз Школа танцев губернского бала проводит новогодний Гранд Маскарад. Каждый год он посвящен определенной теме. Какой же сюрприз подготовили организаторы для участников в этом году, можно понять даже по музыке, которая звучит на празднике. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Уходящий 2016 год был объявлен годом кино. Именно поэтому большинство происходивших в этом году событий были так или иначе связаны с советским и российским кинематографом. Вот и организаторы Гранд Маскарад решили посвятить праздник чудесному новогоднему фильму «Чародеи». Из многих хороших новогодних фильмов «Чародеев» 1982 года, к счастью или к сожалению, пока не коснулась вот эта волна современных российских ремейков, приквелов и так далее. Но мы поэтому решили отнестись бережно и сделать свой такой маленький приквел. Что же было в институте «Ну и Ну» спустя 34 года после известных событий в фильме? В институте уже работает новое поколение детей, волшебников. Но семейственность – это неплохо. Они и у иностранных волшебников тоже семейственность. Гарри Поттер там вспомните, да, и у нас тоже. Работают дети Шамаханской, Сатанеева, Пухова. И испытывают новую мощную волшебную палочку. Этический вопрос. Мощную волшебную палочку. Если в 1982 году надо было за палочку заплатить за эти услуги, то у нас палочка, которая просто тебе даром все достается. И этический вопрос. Одна часть руководства считает, что если где-то прибудет, значит где-то убудет. Одна модель, условно говоря, иностранная. И второй взгляд на эти вещи, что если всем будет хорошо, все загадают желание волшебного волшебства, всем будет хорошо, что это возможно. В русских сказках такое есть, что и все жили долго и счастливо. Ну а какая из этих моделей сегодня победит, пока не знаем, посмотрим. Идея посвятить маскарад фильму «Чародей» гостям праздника пришлась по душе. Как оказалось, и сам бал, и его тема для многих – возможность перенестись в детство и погрузиться в атмосферу волшебства. Я думаю, для того, чтобы отвлечься от будней, суровых, скажем так, это необходимая часть, и я следую всем присоединиться на самом деле к этому движению, потому что где-то много позитива, большое количество нового общения, и я считаю необходимый опыт. Все-таки бал – это потрясающая вещь. Кроме того, именно такая тема позволила приглашенным не ограничивать себя в выборе костюмов. Непременным атрибутом любого карнавального образа, конечно же, является маска. Однако гости сегодняшнего праздника помимо масок подготовили шикарные маскарадные костюмы. И сейчас я предлагаю вам познакомиться с многочисленными сказочными персонажами. Василиса Премудра и другие герои русских народных сказок – Белоснежка, королева Марго, Шахерезада и князь Милославский – все они не только рассказали нам о своих образах, но и поздравили наших телезрителей с Новым годом. Дорогие рязанцы, с наступающим Новым годом! Счастья вам, здоровья, волшебства побольше, исполнение всех желаний и танцев! Я поздравляю всех рязанцев с наступающими праздниками и желаю, чтобы Новый год складывался только из самых чудесных мгновений. Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Желаю счастья, успехов в Новом году, чтобы 2017 год был более успешным, чем уходящий год. Дорогие рязанцы, в наступающем Новом году я желаю, чтобы каждый день был наполнен волшебством. Новый год – один из самых ожидаемых праздников. Правда, некоторые больше любят не сами новогодние дни, а подготовку к ним, которая начинается задолго до наступления последних чисел декабря. В домах наряжаются елки, выбираются подарки, ну а девушки не менее тщательно подбирают наряды, в которых они будут отмечать Новый год. О том, что модно и актуально в этом сезоне, нам рассказал рязанский дизайнер Татьяна Дмитриченко. Все мы встречаем Новый год по-разному. Кто-то делает это в шумной компании, в ресторанах, другие же предпочитают отмечать этот праздник в кругу семьи. В любом случае, по мнению дизайнера Татьяны Дмитриченко, женщина в этот день должна быть неотразима. Это даже для собственного самочувствия. Ну в халате, ну в каких-то пижамах мы так ходим, да? То есть, ну, такой праздник, я не знаю, он с детства, он настолько в нас, что даже с возрастом он все равно не исчезает. Это вот какое-то предвкушение чего-то, да? Хотя мы знаем, что уже Деда Мороза нету и все остальное, но все равно. Нет, надо, надо, надо обязательно. Потому что, ну, во-первых, ваши близкие, и уже само будет приятно видеть у вас красивую, красивую там платье, костюме, неважно в чем. Для того, чтобы быть неотразимой в новогоднюю ночь и привлечь удачу на весь год, стоит помнить, что наступающий 2017-й по восточному календарю год огненного петуха. Так что встречать его советуют в одежде ярких цветов. В приоритете все оттенки красного, от алого до бордового. И не забудьте, что петух – птица яркая, так что стразы и пайетки приветствуются. Можно использовать чисто акцент. Например, красный цветок. Можно использовать бант. Рекомендуется использовать кружево. В украшениях предпочитается золото. То есть не то, что обязательно золото. Может быть, бижутерия с золотым напылением, с чем-то еще. То есть чем ярче, чем больше блеска, тем более петуху это понравится. Именно поэтому не стоит забывать о различных аксессуарах. Причем это могут быть не только традиционные клатчи и покупная бижутерия. Сейчас вообще очень много всего у нас. Как я вот смотрю, по прошедшему году очень много появилось вот такого хендмейда, ну как это называется. Девочки очень замечательно делают цветы, делают украшения с полимерной глиной. Поэтому там вариантов может быть миллион. От поясов до сережек, до ободков, до каких-то брошек. По вкусу, по цвету, на любой вкус. То есть это тоже очень, я хочу сказать, актуально. То есть можно тут же заказать цветок, сделать пояс, сделать на плече. И второго такого не будет. Если говорить о тканях, то главным трендом наступающего года, по всей видимости, будет бархат. Так что если в праздничную ночь вы наденете бархатное боди, длинную шифоновую юбку и дополните этот наряд ярким аксессуаром, наверняка вы будете неотразимы. Что касается силуэтов, это могут быть классические вечерние платья в пол, брюки с корсетом или же фатиновая юбка в сочетании с кружевной или бархатной блузкой. Многие считают, что фатиновые юбки должны быть очень пышные. То есть они как Татьянка делают и все, ничего подобного. То есть сейчас очень большой спектр цветовой. Не просто как там белые, черные, красные. Да, есть очень шикарные цвета, такие нюдовые, там, например, там Санкт-Петербург, это очень красивый такой пыльно-серый цвет. Есть что-то еще. Плюс есть разный крой. То есть необязательно делать вас безешкой. Вот. Он может сделать так, что, в принципе, колтали вы будете маленькой и чуть больше книзу. Но в течение года мы очень много отшивали разного. Синий, серый, черный юбки. Притом люди, которые достаточно серьезные. Одна у нас девушка профессор. И потом она была в этой юбке на симпозиуме. Я, говорит, столько комплиментов никогда не слышала, с этой воды сколько было. То есть у нас есть стереотип, что это безешка беленькая, розовенькая. Вот. И у нас на данный момент не представлена альтернатива вот этому вот безешному виду. В общем, как вы уже поняли, мода дает нам право выборам. Так что экспериментируйте и будьте неотразимы не только в новогоднюю ночь, но и на протяжении всего года. Дорогие рязанцы, поздравить вас с наступающим замечательным год огненного петуха. Птицы неоднозначные, но очень яркие и очень интересные. Вот. Что могу пожелать? Чтоб все, негатив, весь остался в выходящем в воде обезьяны. Главное, могу пожелать здоровья. Здоровья всем. Это самое главное. Вот. Будет здоровье, остальное все приложится. Ну и, конечно, уделять внимание себе, любить себя и обращаться к нам, что мы делали вас красивыми и довольными. Ну а на этом наш праздничный выпуск подошел к концу. Коллектив телекомпании «Город» и программа «Калейдоскоп» поздравляет наших телезрителей с Новым годом и Рождеством. Мы желаем вам здоровья, счастья, благополучия и процветания. С нетерпением будем ждать новых встреч в новом 2017 году.